Предупреждение дается коррумпированным чиновникам. Такие же предупреждения и даже угрозы из уст Дяпарова звучали и в адрес представителей криминальной среды. Он не раз заявлял, что очистит страну от криминала. Подобные заявления должны бы получать поддержку общества. Однако многие экс-чиновники и некоторые средства массовой информации даже в задержании Раима Матраемова или Хамчагальбаева называют постановочным шоу. Поэтому окружение Дяпарова старается повысить и укрепить его легитимность за счет встреч с традиционными сообществами. На форуме «Единый народ. Развитая страна» Дяпаров объявил, что Ассамблея народа Кыргызстана возвращается под патронаж президента. Ее статус в декабре 2013 года был понижен до консультативно-совещательного органа после ее трагических событий июня 2010 года, на которых Дяпаров тоже остановился. В мире ни одна страна не защищена гарантированно от такой опасности. Однако мудрость народа, почитающего высшими ценностями мир и согласие в обществе, предотвратила еще большую трагедию. Но после тех событий произошло изменение государственной политики в этнической сфере и статус Ассамблеи народа Кыргызстана был изменен. Считаю, что это обязанность государства создавать условия для эффективной деятельности этнических организаций. В связи с этим объединение этнических сообществ Ассамблеи народа Кыргызстана возвращается под патронаж президента. Я подписал указ. Субтитры создавал DimaTorzok